Xbox для многих это слово, которое является брендом в игровой индустрии, ничего не значит, ничего не означает и даже скажу больше, многие ни разу не слышали, что это. Но для тех, кто хоть каплю интересует с играми и для тех, кто просто хочет расслабиться вечерком поиграть в любимую игру, бренд Xbox значит намного больше, чем просто название консоли. В этот раз, несмотря на все недавние новости, события и постоянный вопрос о том, зачем же ты купил или продолжаешь играть в это говно, я хотел бы напомнить и рассказать, за что мы все-таки полюбили и любим Xbox. Перед началом данного видеоролика обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, напишите за что вы выбрали именно консоль Xbox и давайте начнем. Несмотря на то, что многие Xbox здесь и сейчас больше предпочитают из-за халявы, низкой цены, поскольку это действительно один из самых простых и дешевых входов в мир видеоигр, я хочу напомнить, что первоначальный интерес Xbox придала не цена, а легендарные франшизы. Да, список эксклюзивных игр реально огромен, Quantum Break, Rise, The Dressing Creative, Fable, Killer Instinct и прочее. Но я бы в этом случае выделил именно три франшизы, которые на мой взгляд у зеленой коробки самые сильные, ведущие и ценные, а именно Halo, Gears и Forza. Это те три серии игры, в которые вы просто обязаны поиграть, если у вас появился Xbox и нет, я серьезно, поскольку каждый раз меня спрашивают одно и то же. Я купил Xbox, а во что же мне поиграть? В Halo, это просто основоположник всех шутеров на консолях, и хоть он мне нравится меньше, чем Forza и Gears, он так или иначе хороший проект для ознакомления с игрой на геймпаде, а также с огромным лором, рассказывающий истории именитого мастера Чифа и других спартанцев. И многим тем, кто познакомился с Xbox, по нраву приходилось именно Halo. Но я же больше озвучился по серии Gears, которая меня привлекала более динамичным геймплеем с укрытиями, классным кооперативным взаимодействием, поскольку абсолютно каждую часть вы можете пройти совместно либо на разделенном экране, сплитскрин, либо же по сети с другом, и это не просто вторая стреляющая голова, а неотъемлемая часть, которая должна будет помочь вам пройти дальше. Ну а также она приколола мне, наверное, концепции, где ты в роли брутальных и накачанных мужиков сражаешься с роем саранчи при помощи автомата с бинспилой, который кромсает врагов пополам, при этом раскрывая секреты планеты, попутно защищая человеческую расу от нападения. Кстати, Halo тоже многие части можно пройти в коопе, но это тот кооп, который не особо ощущается, нежели в серии Gears, в которой просто нужно тесное взаимодействие. А еще в ней есть мультиплеер добротный, но так же, как и в Halo, и знаменитый режим Орда, где вам придется отбиваться от роя все 50 волн, обороняя свою позицию. Кстати, об этом режиме всегда мало говорят, но он не менее интересный, поверьте мне. Конечно же, многие любят Форзу, и мне кажется, в СНГ это именно тот проект, который многих и заставил купить именно Xbox, поскольку хорошая гоночка на твоей игровой платформе — это всегда кайф. NFS уже не та, а в Форзе есть все, что тебе нужно. Отличные пейзажи, множество видов дорог, трасс, большое разнообразие активностей, где ты можешь скрасить время, двигаясь даже от точки А в точку Б какими-нибудь там челленджами, собиранием плакатов, раритетных тачек, а также вызывая близко проезжающих ботов, либо реальных игроков на заезд один на один. Конечно же, придает кайф приятное аркадное чувство вождения, которое тебя не особо напрягает при игре, и, конечно же, Форза всегда радует внушительным списком машин, каждую из которых ты без проблем можешь продать ровно так же, как и продать авто в реальной жизни, с помощью аукциона от Авито Авто. Да, если вы не знали, то при помощи аукциона от Авито Авто, вы можете продать свою машину куда быстрее, поскольку заявку можно заполнить за пару минут и уже через 2 часа получить первое предложение. Это безопасно, ибо в аукционе участвуют проверенные дилеры и профессиональные продавцы. И к тому же очень просто, потому что вас будет сопровождать специалист от Авито, и в случае чего ответит на все ваши интересующие вопросы. Ну а самое главное, это то, что вы среди всех предложений сможете выбрать для себя самое выгодное, и при этом ваша заявка ни к чему вас не обязывает. Не нужно ни за что платить, и можно отказаться как до начала аукциона, так и после его проведения, даже если провели диагностику машины, и все готово к заключению сделки. Поэтому если у вас есть машина, и вы хотели бы ее продать быстро, безопасно, самое главное, по самой выгодной цене, то переходите по ссылке в описании и пользуйтесь аукционом от Авито Авто. И как бы кто ни говорил о том, что эксклюзивы не важны, всегда радует то, когда именно эти франшизы доступны на твоей игровой платформе. Помимо этого, если не учитывать только игры и брать общую идеологию, концепцию компании, можно выделить очень серьезный пункт, как лояльность к игрокам. Несмотря на то, что вся игровая индустрия это все-таки бизнес, именно Xbox со своим видим предоставляет более открытый и дешевый вход в мир видеоигр. Начиная с обратной совместимости, где вам не обязательно покупать улучшенную версию игры, а достаточно вставить старый диск от старой консоли и поиграть. И в случае оптимизации у вас она будет идти даже лучше, чем раньше, и это бесплатно. Конечно, список подобных игр не полный, и есть все еще проекты, которые не удастся вам так запустить, но лучше, чтобы данная функция была, нежели ее не было вообще. И данная мысля проскакивает только тогда, когда появляется желание поиграть во что-то старое. Вот я, например, недавно загорелся пройти давнюю часть Batman Origins, но ее нету для Xbox Series, и поэтому я просто где-нибудь найду диска 360-го бокса и поиграю, почему бы нет. Я в свое время так Принц Персию приобретал, перепрошел, диск аж самого Хабаровска заказывал, представляете? Поэтому обратная совместимость это для кого-то не важно, но когда в этом есть потребность, это прекрасно. Также лояльность к игрокам объясняется и малозаметной функцией Play Anywhere, где вам позволяет также купить один раз игру и пользоваться везде, где есть сервис Xbox. Связь консоли ПК это мало ощущается, особенно у тех, у кого либо Xbox, либо ПК, но вот я по-настоящему ощутил только тогда, когда на портативной консоли Rock Eli смог получить доступ ко многим играм, которые у меня доступны на Xbox. И самое главное, со всеми дополнениями, сохранениями и так далее. Плюс за счет этого в подобных играх есть и кросплатформенный мультиплеер, при помощи которого ты можешь играть в игры из Microsoft Store вместе со своим другом, у которого нету Xbox. За это, кстати, Microsoft тоже топили неоднократно, и именно зеленая команда реализовала это первыми в большинстве своих игр. Этот момент я, кстати, запомнил прекрасно, поскольку всегда во время Xbox 360 и в начале Xbox One я играл лишь с теми, кого никогда не знал, ибо в моем окружении не было обладателей консоли Xbox, ну а с помощью этого я наконец-таки смог поиграть вместе со Snoopy, с Vigil, у которых не было Xbox, но был ПК. Мы так играли и в Гирю, и в Форзу, и это было, ну, реально классно, я вспоминаю эти моменты до сих пор, потому что это было такое вот некое ноу-хау, когда я наконец-таки смогу поиграть с теми, кого я долгое время в жизни знаю лично. К тому же многие моменты с халявными кодами, когда они появлялись в сети, люди их юзали, забирали какую-то бесплатную игру, а после этого Майки ее, ну, конечно же, отбирали, даже извинялись за это, что, типа, ребят, извините, мы у вас отобрали бесплатную игру. Отсутствие региональных ограничений, с помощью которых многие могут закупаться без привязки к своему региону. Создание в девятом поколении консолей, которая дала возможность обычным работягам войти в мир видеоигр. Да, и до сих пор считаю, что Xbox Series S это классная консоль для тех, кто не особо хочет много платить, ему пофигу на качество картинки, но в то же время он хочет поиграть. И все вот такие подобные мелочи, они складывают реально лояльные и добрые отношения к игрокам, которые ценилось и продолжают цениться, чего, собственно, на фоне подобных действий руководитель Фил Спенсер сыскал уважение у геймерского комьюнити. Конечно, при этом нельзя не отметить подписочку Game Pass, которая в свое время была просто инновацией сферы экономии на играх, которая живет до сих пор и которую всегда, как и прочие игры для Xbox, можно приобрести у неоднократно проверенных ребят из X-Game, ссылка, как всегда, в комментарии. И, может быть, она все-таки навредила отчасти игровой сфере и поломала рынок, но, так или иначе, она изменила правила игры, которая заставила даже Sony создать аналогичный сервис, против которого она высказывалась неоднократно. Но, так или иначе, сейчас данная подписка является неотъемлемой частью Xbox, за которой мы его и любим. Хочу еще отметить качество самих устройств, пожалуй, с поколения где-то 360, то майки научились делать хорошо. Может быть, во время, конечно, Xbox One они немного пролетели в техническом плане, с внешним блоком питания и размером, но Xbox One X, Xbox One S, Xbox Series S, Xbox Series X это поистине классные консоли, как и визуально, так и в плане компактности, и даже в ремонтопригодности. И, несмотря на то, что процент поломок есть везде, Xbox более надежный. Если не верите, можете спросить у Xbox Flash, который и чинит консоли, всякие геймпады, кстати, если вдруг кому-то надо что-то починить, можете смело обращаться к нему, а если скажете, что от Jumbo Max, он вам еще и скидочку сделает. Конечно, при этом все есть и негативные моменты, которые не стоит скрывать, если быть честным, да, это и региональная ошибка в данное время, и закрытие собственных крутых технологий, классных функций, как Snap, FPS Boost. Но тут я могу сказать так, что не ошибается тот, кто ничего не делает. А Microsoft попробовал много ходов, и поэтому именно сейчас она слегка, ну, не такая, какая была раньше. По крайней мере, в глазах старых обладателей Xbox. В данный момент, конечно, политика и в целом развитие подразделения Xbox потерпела довольно большие изменения, и она двигается немного не в ту сторону, как раньше. Бренд стал распыляться, ориентироваться не только на свою зеленую аудиторию, но и на остальных геймеров. И такие вот решения воспринимаются не так охотно старой аудитории, особенно консольной, ибо она стала замечать и снижение качества, и странное отношение к обладателям именно консолей. Но так или иначе, все те, кому нравится Xbox, желают ему развития, процветания, и, конечно же, чтобы он и дальше радовал своих фанатов, и продолжал существовать как игровая консоль. И при этом становилось только лучшее. Поэтому те, кто не особо понимали тех, кто сидит на Xbox, долгое время, надеюсь, после этого видоса поймут, за что же мы все любим Xbox. В общем, спасибо вам огромное за просмотр, я очень надеюсь, что вам ролик понравился. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свое мнение на этот счет, и до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok